Добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. В эфире ставший уже постоянной передача «Любовь и верность». Вот год уже говорим мы о проблемах семьи, брака, то есть добрачных отношений, вообще отношений между мужчинами и женщинами. Передача «Взрослая» у нас, слушают ее действительно взрослые люди, как мы. Вот слушаем и видим по вашим письмам, звонкам, нам приходят еще и до передачи. Вопросы вот передо мной сейчас лежат, остались еще с прошлой, прошлой передачи, даже в двух. В прошлый вторник, позапрошлый с отцом Александром Мартыненко, он самый постоянный мой соведущий, мы говорили о конфликтах в семье. И вот дошли уже до того, что называется измены супружеской, которая является поводом каноническим для развода. Но, как сказал отец Александр, напомним вам, что он-то является. Есть и другие поводы для того, чтобы люди разошлись, и брак уже распался, но не обязательно достаточно. Конечно, семьи можно сохранять, об этом мы тоже уже поговорили. Ну вот сегодня к нам в гости пришла полюбившаяся вам Ирина Анатольевна Рахимова, директор Центра «Православная семья». Спасибо. Вот мы с ней, да, две передачи тому назад говорили несколько о другом, ну, тоже на наши обычные темы. У микрофона Валентин Лебедев, напоминаю вам, редактор журнала «Православная беседа», ведущий нашей передачи. И сегодня будем говорить мы вот на такие взрослые и неприятные темы. Ирина Анатольевна, вот я уже тут с вами, мы поговорили, редакторы наши, вот, ну, о супружеской измене, и не только даже, вот о супружеской. У нас остались письма, которые поступают по компьютеру, по телефону, не обязательно гласно в эфире, вот. Вот, ну, например, вот Нина нам написала, раба Божия, фамилию мы никогда не называем, да, собственно, никто не сообщает. Вот она что пишет нам в конце прошлой еще передачи. «Мучает несчастная любовь». Что же называет она несчастную любовь в данном случае? А она называет появление треугольника. То есть у мужа появилась любовница. Ну, она пишет «женщина», вот, так скажем. Ну, поверим ей, что она доподлинно это знает. «С чего начать мне решение проблемы?» – спрашивает она. Вообще у нас есть маленькие дети. Вот это же вопрос, скорее, конечно, не к священнику, вот, а к вам, Мария Анатольевна. Как вот, что вы посоветуете Нине и женщинам, которые оказываются в такой ситуации? Ну, причем, ведь такое бывает и среди православных. Вот что, увы, печально, но это факт. Ну, да, тема измены – это достаточно частое обращение женщин, чаще, конечно, женщин на консультирование и даже больше потом на психотерапию. Вот это же так часто, да? Да, конечно, потому что человек, попадая в определенную ситуацию конфликтную, конечно, для начала он попадает в некий суд, ступор, и как эта девушка правильно говорит, с чего нужно начать. Вот, потому что начало – это некий, наверное, стадий анализа причин. Ну, совсем даже и девушка – это какая-то женатая женщина, замужняя, верно. Замужняя женщина молодая, да, но двое детей, мы не знаем, какого возраста. Ну, я могу предположить, значит, да, то есть, обычно ситуация измены, если это не совсем распущенный, допустим, человек, мужчина, то, вероятнее всего, на фазе третьего периода трех лет или семи лет. То есть, это связано еще и с некими циклами, так говорят, семейными. Вот такая периодизация, да, это такие конфликтные зоны, перекрестные, когда люди должны, может быть, вот в супружеских отношениях сделать, подвести какую-то черту, да, как они, собственно, проживают жизнь, ну, вышли ли они на фазу доверия друг к другу, да, потому что в основе измены часто бывают проблемы недоверия друг к другу, то есть, неискренности, не желания или невозможности объясняться, выяснять какие-то причины, неумение формулировать эти причины друг для друга. И язык измены – это в какой-то мере бессознательный язык, то есть, он невербальный такой язык, да, когда чаще всего люди хотят, тот, кто изменяет, он хочет в какой-то мере, ну, это он действительно тоже не осознает, он хочет применить некий такой инструмент влияния, что ли, да, на другого. У меня как раз на прошлой неделе, недели две, ходит ко мне одна семья. В госцентр, да? Да, на консультацию. Вот, вот как раз они попали вот в там аналогичную ситуацию, в ситуации треугольника любовного. И сколько лет? Молодая семья? Нет, они уже в браке порядка 10 лет, вот, у них есть ребенок, и они бы хотели другого ребенка, но то, что между ними происходит, есть некое препятствие, как бы, да, такое, и даже эмоциональное, и психофизическое. Вот, то есть, вот они попали в это положение затруднительное, да, и выясняется, что в основе, вот он заявляет, он говорит на ее вопрос, а что же во мне не так, она хочет разобраться в причинах, он ей говорит, все в тебе так, наверное, что-то во мне не так. И я его, значит, подталкиваю к тому, чтобы он все-таки определился и не скрывал, вот, как бы, не создавал дополнительные условия к тому, чтобы, ну, к тому, чтобы было препятствие, да, в разрешении этой проблемы. То есть, уже потом, на следующей консультации, он все-таки вышел вот из этого, так скажем, из своей ложной скромности, да, и назвал причину. Интересно. Назвал причину, да, что ты на меня давишь, ты, как-то он такой, давишь и не замечаешь, что ты меня прессуешь, вот так, да, я тебе уже неоднократно говорил. И еще, разбираясь глубже, выяснилось, что он неоднократно, ну, когда я ему сказала, что на какой основе обычно бывают измены, причин масса просто. Вот, какие-то капни, да, и вот целый веер, целых каких-то субпричин появится. Вот, и выяснилось, что она не работает уже несколько лет, ссылаясь на то, что, в общем-то, она хочет и его встречать дома, да, с, значит, чтобы ему было комфортно с ужином и, ну, и все прочее. А, и что дочке нужно тоже внимания. И вот за этой кучей причин, которые она считает важными, в общем-то, выясняется, что она не занята собой, своим ростом. И еще таким штрихом, что ли, дополнительным к их вот этому конфликту является, что она контролирующий человек. То есть она его контролирует, и у нее есть масса свободного времени, и она его заполняет вот ревностью и попытками контролировать, где он, что он, когда, куда пошел, когда придет. Вот, при том, что он действительно пропадает на работе, это человек, на самом деле, занимает такой статус, где он все время занят, все время он в окружении множества людей. И в какой-то мере, ну, он врач, и поэтому вот он захвачен вот этой самореализацией, так скажем. Так, конфликт как-то стал сживаться под влиянием ваших бесед, их? Да, конечно. Заметно, конечно. Если приходит один на консультацию, ну, если мы говорим, да, что это чаще всего женщина, конечно, основную нагрузку, да, вот эмоциональную и вот в плане подъема, да, их ситуации, она берет на себя. И благо, если еще и мужчина, она найдет слова или она правильно себя поведет в этой ситуации, потому что слово «правильно» – это кодовое слово. Если человек правильно себя ведет в этой ситуации, мужчина или женщина, который, ну, попал вот в такую западню, да, и он жертва, то тогда любой брак можно спасти. Но жертва в данном случае – это женщина, о которой вы рассказываете? Ну, получается, что да. Хотя, вроде бы, она активная сторона конфликта. Да, правильно я понимаю? Ну, жертва – это тот, кому изменили. То есть это, как бы, априори считается, да. А уж когда начинаешь разбираться поглубже во всей этой кухне, так скажем, их конфликта, тогда, естественно, понимаешь, что там, ну, как правило, в основе конфликта двое, да, в каждой в своей мере виноватой. Ну, мы говорим же вообще, у вас же центр православной семьи в директе. Вот, напоминаем, да, что мы беседуем с директором уже не первый раз за эту осень, центра православной семьи Ирины Анатольевны Рахимовой. Вот, говорим с ней вот о таких печальных, греховных делах, как измена. Беседую с ней. Я, Валентин Валентин Владимирович Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». У нас есть вопросы, которые пришли к нам по почте и остались в прошлой передаче. Ну, у нас телефон, я должен напомнить, прямого эфира, который многим известен. Но, все-таки, 8-4-95, это прям было. Дальше, 9-5-9, 5-9-39. 9-5-9, 5-9-39. Ну, все-таки, напомним, ну, нам самим с вами, Ирина Анатольевна, что к вам же в центр православной семьи приходят ведь православные люди. Они осознают, наверное, что те или иные действия мужчины или женщины, женщины реже, наверное, да, мы о том тоже поговорим, являются грехом. Вы их исцеляете ведь не только беседой, наверное. Они, наверное, исповедуются в этом? Да или нет? Вот интересно. То есть, как это врачевать? Потому что, вот еще раз напомню, на прошлой передаче, да не только на прошлой, наши пастыри говорят, что да, это причина для развода, еще раз повторяю, мы в начале передачи об этом говорили, но еще недостаточно. Дети, семья, конечно, если люди простят друг друга, исповедуются, так сказать, вот, то, конечно, никто не верит им брать для разводиться. Если, конечно, там не наступают уже особые какие-то обстоятельства, о которых мы даже говорить и не будем сегодня, наверное, можете вообще. Вот. Так они одновременно-то все-таки врачуются пастырем? Или они удовлетворяются беседой с православным психологом? Это же православная консультация? Ну вот, да, конечно, как-то в нашем разговоре вот мы коснулись вопроса, почему же его жена, да, не может, этот консульт у них затяжной уже несколько лет. То есть, года три-четыре назад произошел факт измены, явный, о котором она узнала, и вроде бы он рассосался, потом, спустя вот недавно, да, спустя некоторое время он опять как-то возник, да, этот конфликт. То есть, он опять, хотя не было прям такого, такой явной, да, измены, но это был, наверное, флирт, ну, который тоже можно отнести к разряду измен. Вот. И что же вот при всем желании жены его простить, ну, она мягкая женщина, она его любит и активно настроена, да, на процесс прощения, но все равно она не может успокоиться, хотя он ей утверждает, что он больше не изменяет и вот всячески ее пытается убеждать в этом, но она не верит ему. И вот как раз она с этим вопросом-то и пришла на то, почему я не могу поверить. А вот поступил вопрос, Арбаба Женина пишет, как простить-то измену, как пережить, дальше более важное, наверное, для наших, для нас с вами, как пережить семейный кризис тогда уж. Ну, первое, все-таки это как бы вещи связанные, но мы понимаем, что не совсем одно и то же. Одно лично там, а другое дело еще семья, история этой семьи, дети, ну, и, простите мне, вообще квартиры, отношения. Вот. Родственники. Я хотела немножечко вот, да, вот эту линию закончить, что все-таки получается, простить это очень трудно, если другой человек не до конца честен. И вообще, стоит ли его прощать, если он нечестен? Да. Поэтому вот тут такая кавычка, то есть если женщина правильно поведет эту ситуацию, да, если она, ей хватит мудрости и любви, да, к человеку, то есть она поймет, что за этим стоит, она будет с ним говорить обо всем этом, да, и если она ему, допустим, скажет, как ей больно, что с ним происходит, она будет готова его, с ним расстаться. Вот тут феноменальные вещи происходят, вы знаете, просто так однозначно не подойдешь, вот, все, простить и все. Но сам процесс прощения, это для кого-то просто несколько лет может, понимаете, потому что тут расставание и маленькая смерть, то есть тут нужно умереть и возродиться, понимаете, как птица Феникс, потому что, ну, вот, и если он, а он, а этот мужчина говорит, что он, зачем я буду тебе на ее попытке вырвать признание, что он изменил, ей это очень важно, ну, да, услышать, я изменил, а он выворачивается, изворачивается и говорит, ну, зачем тут не было, не было, не было, не было, я тебя люблю, я тебе, что тебе еще надо, вот, то есть по максимуму он должен тоже, в общем-то, со своей стороны сделать все, чтобы реабилитироваться и понять, что это было мощное падение, что он тоже потерял много чего, да, и в плане самооценки и все прочее ему, и сейчас им нужно вот идти путем созидания обоим, если один не готов будет, то тут бесполезно. И он говорит, я же исповедовал это все уже, исповедался. Одно дело, это, если ты, допустим, жена не заметила ничего, да, ну, тайком ты там это, да, все проделал, все это, грязь вляпался, да, одно, пойди исповедуйся и не надо, ну, мало ли, да, человек, если рядом с тобой ранимый человек, то, конечно, это травма такая мощная и все, да. Ну, а если она тебя пытает, допытывается, да, и она уличила тебя, эти смски какие-то были, такого содержания, ну, двусмысленного, да, что моя дорогая, там, какой-то он там все милая, хорошая, ну, это понятно, что там больше даже, чем просто флирт, вот. И, конечно, тогда, если вы хотите, да, вы исповедовались, это хорошо, но, значит, ваша ситуация, она к тому, чтобы вы вышли на более глубокий уровень отношений с вашей женой. Если вы признаете это, да, я понимаю, вы мужчина, да, и мужчине нелегко признаться, то есть потерпеть фиаско такой перед женой, да, что он якобы раскроется, и она будет потом, может, и, как бы, использовать его, еще что-то такое, да, вот его слабости эту. Это лживое, это, как бы, такая ложная скромность или некие как-то, как бы, заморочки, так скажем. Вот, если вы хотите, и потом вы поймете, да, что ваши отношения перейдут на новую волну, на новое гребень отношений, там, то есть вы, и вы, всякая ситуация, да, такая кризисная, конфликтная, как вы сказали, да, Валентин Владимирович, слово «кризис» – это очень подходящее к этой ситуации слово. Потому что «кризис» – это, вот я люблю этот перевод с японского, как говорят, да, я точно не знаю, да, но вот что в двух иероглифах выражается, да, это слово, и один из иероглифов, он, как бы, определяет это слово как шанс, один как разрушение, другой иероглиф – это шанс означает. Вот, то есть, действительно, это пограничная ситуация, да, когда ваши отношения могут или регрессировать, то есть назад куда-то так, да, и поворачивать, и вы не будете расти это, или вы будете, там, тянуть эту волынку в браке, да, ради детей, допустим, там, или, ну, еще ради каких-то причин, или вы просто разойдетесь. – А вот что значит, вот я как-то, да, не был готов даже к этому вопросу, это интересно все-таки, что значит тянуть волынку, и вот что все-таки дороже-то – семья или собственное оскорбленное «я», вот так скажем. Вот много ли разводилось людей в прежней России, да и не только. Вот мне все время как-то, я вот борюсь с этим вот утверждением, что любовь покроет все, любовью часто называется влюбленность, которая, как правильно сказал отец Александр в прошлый раз, обязательно присутствует то, что называется блудным началом в влюбленности. Ну, таким-то, так сказать, да, вот, естественным. – Ну, притяжение, как говорят, да. – Естественным, как говорят, да, 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 и даже блудно, кто знает, во что это выльется, будет любовь настоящая. То есть я же только хочу сказать, вот оно все-таки терпение, прощение. Пример предков, который раньше был. Или вот так вот, ну, вряд ли да разбежались Вот что нам делать-то в тех условиях, когда вот, ну, 75%, о чем мы говорим в больших городах Людей разводится после первых годов, двух, трех настоящих браков, подчеркиваем, братья и сестры Настоящих А в малых городах, там видно по тверх, 50, тоже сильная цифра, да? Что это такое? Так вот что? Взяли и разбежались? Или все-таки что делать? Вот ведь сколько вопросов за это время поступило не по телефону Телефон наш, напоминаю, 8495-959-39 Вот, я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», передача «Любовь и верность» Беседу с Ириной Анатольевной Рахимной, директором центра «Православная семья» И вот все больше про прощение вот уже пишут женщины пока Мужчины-то не пишут Как, опять, как простить измену? Еще второй вопрос Ну, видимо, чуть разный Там она почуяла, здесь уже есть физическая измена мужа – это предательство? Наверное, да, ответим и я Простить тяжело, действительно, о чем вы говорите? А и расстаться трудно, и дети есть Вот опять такой же вопрос Ведь ходим вокруг одного и другого-то, вот, а ответ практически – что делать-то? Все-таки прощать? Не все же придут в центр «Православную семью», хотя мы телефон еще раз оставим Во-первых, не все живут в Москве, начнем с того Вот, наши радиослушатели вообще, вот Да, вот как И много вообще таких ситуаций, вот, скажите, вот так Скажем, вы с этим в своей работе Очень часто Очень часто Это православные люди в центре «Православной семьи» Да, уже даже вот сороколенные То есть, что же делать там в джунглях, как кто-то сказал А за порогом храма начинаются джунгли мира всего То есть, о них мы даже не говорим уже, так сказать, мы говорим про нормальных людей Православных, правильных, и много, да? Да, немало Немало, да, да Но все-таки они продолжают жить под вашим руководством И попечением их, так сказать, священников? Ну, единицы просто Я даже, честно скажу, не знаю тех людей, которые приходили и потом они расстались Практически таких нет Да, потому что, понимаете, если человек приходит на консультацию Значит, он уже мотивировал на то, чтобы сохранить все Поэтому даже никакого общества со стороны психолога не понадобится Просто они мотивируют Правда, иногда, вот как я этому мужчине сказала Я говорю, ну, за тем сопротивлением, которое я с вашей стороны вижу, да Как вы не хотите глубже понять, что с вами, да, происходит Потому что, ну, если вы, в принципе, вы сами в этом заинтересованы Ради собственной безопасности души Безопасности души, да Потому что человек, который изменил, да Никак не хочет понять, что в основе этого поступка Все-таки есть, ну, если говорить языком, да, вот Таким, как сказать, духовно определяющие вот эти духовные ценности То это падение, грехопадение То есть ты упал Все, ты упал Сам себя поставил в такую ситуацию Подняться-то можно только, конечно, в таинстве покаяния по-настоящему Вот к нам звоночек поступил Да, пожалуйста, говорите Здравствуйте Добрый вечер Я просто хотела поделиться, как бы вот, отвечая на вопрос, как простить, да Дело в том, что вот у меня подруга, двое детей Один ребенок палачек, грудничок маленький И она узнает о том, что у мужа на стороне родился ребенок Практически одновременно вот со вторым ее ребенком Угу Она не простила, она не смогла Она его выгнала из дома А потом всю жизнь жалела Она пыталась создать другую семью неоднократно Он пытался Но и вот того, и вот другого ничего не получилось Потому что там была любовь Да, измена была, но была любовь Понимаете? И то, что она не простила Может быть, из гордости, может быть, с горячей Впоследствии, став православной женщиной Она очень горевала, очень каялась об этом своем поступке И я просто к тем, кто слышит Хочу обратиться вот с той мыслью С которой она теперь осталась в этой жизни Что она лишила своих детей отца Да, лучше бы он ходил, того ребенка навещал Лучше бы он ходил, тому ребенку помогал А был в своей семье Был со своими детьми постоянно Чем получилось так, что она его выгнала И лишила своих детей отца и себя мужа Она не его наказала Она своих детей наказала Она себя наказала Да, его наказало тоже И то, что у него жизнь разбита После этого осталась Он не смог создать другую семью полноценную Она винит себя в этом Понимаете, как простить Может быть, на себя наступить Может быть, ради большего Спасибо Вот видите как Там еще сложнее Появился ребенок Вот женщины жили в сельской ситуации Мы даже это и не обсуждали еще Не просто куда-то там на курорт съездил случайно Мы говорили о том, что не надо лучше отдельно Ты ездишь никуда Ну, в других передачах-то время структурировать Помните, вы сказали, вместе надо Когда хочется отдохнуть Тоже плохо друг от друга Вот я, кстати, насчет причин Я вас спрошу Ну, вот здесь-то ситуация-то еще тяжелее Мы не учли в нашей беседе Когда они просто там Застукали, как говорят Так еще просто Уже вторая семья строится Получается, да? Ну, вы знаете, к вопросу Ради чего простить Дело в том, что ради детей прощать Ради Там еще чего-то Какие-то еще есть разные причины Наверное, кто-нибудь Для себя может определить такой мотив, да? Либо что помогло, да? Но мне кажется, что Да, что? Простить можно только ради самого себя Ради своей души Простить-то да Ради своей души То есть мы все равно в этой жизни, да? Чему учимся? Быть В основе этого слова, да? Простить Просто То есть быть простыми Вот Как в Евангелии, да? Говорится Будьте как дети, да? Конечно, здесь не говорится Об инфантилизме, да? Которым страдают сейчас многие люди, да? Вот Как это говорят многие психологи А быть как дети Это значит Быть простыми на прощение То есть как вот Мама там шлепнула, да? Под затыльник длинула А он тут же Мама, мама, мама за ней опять бегает То есть быстро Быстро То есть поворачиваться к самому себе опять Быстро Слово покаяние Оно же Да? В переводе означает Поворот Изменение К самому себе На 180 градусов То есть К самому себе Изменение Да Да, действительно Одного старца современного спросили Я не помню Какого Не буду врать Нашим для слушателей Но там Паисия Святогорца Всем известно Который о современных проблемах Говорит Кель Кого-то другого Из наших там известных Сейчас вот Старцев священников Как долго прожить? Чтобы долго прожить Надо вести верную духовную жизнь Но это мы понимаем, батюшка Это вот молиться, поститься Да, но я о другом Надо простить И не держать никогда В сердце своем Обид И вы будете жить очень долго Вы как психолог согласны С этим, так сказать, старцем? Конечно, в основе непрощения Лежит вот обидчивость Да И, конечно, мы же Каждый, попадая в эту ситуацию Извлекает некий свой опыт Да, из нее И что-то он должен тоже Как материал использовать В этой ситуации для себя То есть, если меня обидели Да, мне там плюнули в душу Простите, да Я должен простить Вот и все То есть Остаться с этой обидой Вот вопрос А вот сейчас мы поговорим Вопрос поступает О комплексе жертв Одна за другой Пожалуйста, говорите Вопрос в эфире Добрый вечер, уважаемый Валентин Вадимович Уважаемый Един Анатольевна Добрый вечер Валентин Вадимович Я вот хотел сказать По теме вашей Вы знаете, сейчас такая жизнь Что более смотрят на браки С материальной точки зрения Вещи, они заняли все Вот даже женятся Выходят замуж Смотрят прежде всего На положение человека Состояние его все Духовность исчезла как-то Вот у меня такой проблемы нет У меня, у моей жены Потому что Во-первых, я знаю свою жену Ей было два года Мне было шесть лет И мы до сих пор Рваться вместе Всегда И даже, знаете, вот был у меня Когда, конечно, помоложе был Мне пришлось повоевать И когда уходили на задания В чужой стране мы были У нас, конечно Без знаков различия Мы оставляли все Знаки различия Документы Все Но у меня всегда с собой была На задании ее фотография Куда бы я ни ехал Постоянно она была Всегда со мной Вот Последствия, в общем-то Сейчас вот сказали Такие после этого Все Я болен И Вот такая история Я как-то лежал в госпитале Это не в этом году Это раньше было И вот врач-хирург В госпитале У него проблема была Тоже о разводе И как-то получилось Что жена к нему пришла У них скандал И мы с ним поговорили просто И вы знаете У них такая жизнь началась И он сейчас до сих пор говорит Вот Говорит Я столько узнал Что я теперь знаю как жить А она несчастливая Просто безумно совершенно Вот А вот Елена Анатольевна Хотел вас спросить Вот отношения людей Друг к другу Например Влияют Ну не знаю Правильный вопрос Нет Даже на то Что люди как-то внешне Меняются Вот нам с женой Мы сколько лет живем уже Нам столько лет не дает И удивляет Что мы уже Столько лет живем вместе У нас уже Детям по 35 И больше лет Спасибо большое Спасибо Я думаю Те люди Которые много пережили Супруги И преодолели Много препятствий Они Действительно Со временем Становятся почему-то Даже внешне схожи Я Вот На день рождения У своей сестренки была В субботу Ну Ей уже 50 с лишним лет Вот И Как раз Вот Значит Застоли Все И вот Я так Посмотрела На них И думаю Боже мой Как действительно Прям как будто Они Сиамские Такие близнецы И похожи Друг на друга Вот Это да Действительно Так Вы сами Ответили На свой вопрос Да А вот Ирина Анатольевна Вот у нас Значит вопрос По поводу Комплекса жертв Уже поступает Все от женщин Я чувствую Опять тема Такая необъятная Потому что Вот вы сказали Что причин Масса накопаем И кстати Хотелось бы знать Людям Поговорим Да Чтобы превентивно Действовать Ну достаточно Может быть Коротко о том А вот у нас Звонок А потом Мы подготовимся О комплексе жертв Спрашивает нас И Ольга Вот и Галина Как избавиться От этого комплекса И психология жертвы Присущей многим людям В семье Как быть Как тянуть Ну сейчас пока звонок Может тогда ответим А потом немножко про жертву Говорите пожалуйста Добрый вечер Простите пожалуйста Я не имею практического опыта Но мне хотелось посоветовать Как представляется Вот теоретически Простить Трудно А практически Вот мне так представляется Что нужно перевести все На дружескую основу Пусть приходит к детям Но физически Отстраниться от него И дать ему волю Пусть живет как хочет А принимать его Как отца В дом И в общем И может быть даже И угощать его И спокойно К этому относиться Но не допускать До себя То есть Физически Отстраниться от него Вот И дать ему эту волю А потом уже будет видно Куда он обратится К новой К новой Пассии Или вернется Вообще окончательно К семье Он в это время Одумается Подумает И все Мне так кажется Это будет Чистые отношения И с мужем И Поможет Поможет Практически Преодолеть Вот это Прощение Спасибо Ну да Это требует Уже ответа Потому что На самом деле У нас Православная Передача Если бы у нас Была какая-то Другая Про брак И семью Я вот недавно Слушала совершенно Безобразную Передачу По радио Н Ну просто Невозможную Вот То ведь Понимаете Тут Дорогая Радиослушница Какая вещь Там Если бы мы Звонили бы В те Передачи Нет Вопрос С хорошим Предложением Я не хочу Сказать Что вы Чем-то Плохи Там Как бы Вам Там Как бы Ответили Ну наверное Утвердительно Точно Может быть И нет Я что Хочу сказать Долго Вокруг Докол Хожу У нас Все-таки Православная Аудитория И вот Эта Водовольственная Положение Я думаю Психолог Это может быть И да А вот Священник Вот тут Уже Вряд ли Тут Какое-то Предложение Не просто Мириться И не терять Отца Что вроде Трезво О чем мы Говорили И нам Пишут Но жить Просто Почти Двумя Семьи Пусть Не вступая В близкие Отношения Я прав Или нет Может быть Нет Вообще Вопрос Неоднозначный Неоднозначный Потому что Да Каждому Свой Подход И рецепт Кому Даже Может быть Рекомендуется Не отказываться От интимных Каких-то Вопросов Кому-то Да Может быть Отстраниться То есть Это не Одна Просто Вот нельзя Сказать Вот однозначно Мне кажется Что это нужно Дорогие ресурсы Все-таки Выяснять Еще и на Откровенной Бесследе Со священником Потому что Тут дела Уже у нас Такие Начинаются Что Прямо Так дать Совет Я думаю Что Мы Не можем Не знаю Почему Потому что Причин Измены Много И Если допустим Одна из причин Была Что отказывала Жена В интимности Он пошел Да Ну да То Гнать его Туда Да И все Опять Конечно Он уйдет И не оглянется То есть Нельзя Все Одной меркой Мерить Сейчас Интересно О причинах У нас еще Жертвы Причины А вот Между тем Вопросы пошли Пожалуйста Говорите Алло Здравствуйте Это самое Святые Отцы И вообще Люди опытные Учат смотреть На все Сквозь Через Евангелие Как на жизнь Как через призму То есть Чтобы все Соответствовало Евангелию Гиблии И вот там И говорится Что При разводе Разводе Должен Это самое Если человек Не прекращает Прости Он возвращается Но если Он это Сделает Несколько Раз То Все Его Больше Назад Не принимает То есть Развелись И все И разведенные Живут Отдельно Друг от друга Все Не выходят Замуж Не женятся И замуж Не выходит Спасибо Да Вы правда Это Ну да Примерно Изложили Евангелие Но мы понимаем О чем Вы говорите Да Это как раз Спросительница Сначала Говорит нам Про Ветхий Завет Потом Про Заповедь Уже Новую Блаженство Вот То есть Совершенство Между прочим Скажу Такую Интересную Вещь Я Недавно Прочел Ну В святатических Я вам Расскажу Может Вы знаете Дорогие Слушатели Что Оказывается С точки зрения Так сказать Вот Святатического Толкования Глубокого Евангелия Слова О том Что человек В сердце Своем Прерубодействует Относится Даже И к своей Собственной Жене Вот Какая Интересная Вещь Мы-то думаем Это так Взглянул И значит Вроде Какая-то Измена Затаилась Так вот Ближе к теме Нашей передачи Где-то там Метро Вот Нет Дело Гораздо Глубже Вот Откуда Вообще Начинается Все Да Так вот Между прочим Если проще быть Вот Комплекс Жертвы Что это такое Психология Жертвы Присущая Многим Людям Ольга Пишет Ну это Приводит Затяжной Депрессии К унынию Ну это правда Не одно и то же Просто Неважно Нельзя винить себя Нельзя винить себя В происшедшем И соглашаться с ролью Тоже нельзя Этой жертв Не так ли Как быть Другой вопрос Галина Как избавиться От комплекса Жертвы Только реальные методы Прошу вас Советы Да Вот пожалуйста Ответьте нам Да Уж тут Как-то Записали ручкой Прямо наши женщины Мы все больше Женщин Говорим Кстати Наверное Еще и другая ситуация Бывает в жизни Ну так все-таки Как Ну хотя бы так Чтобы успеть В двух словах Да Кстати Когда Допустим Кто-то рекомендует Что надо простить Да Да То Действительно Тот человек Который Будет силиться Принять Другого Да С его Пусть он ходит Я так Я его простила И все А пусть он Как хочет Так живет Да Вот Наверное Недалеко От Вот этого Самого комплекса Жертвы Потому что Если ты формально Просто как бы Да Сказала Ну я простила Пусть будет Как будет Это Наверное Достаточно тяжело Если он будет Из себя Как-то Образ Мученика Делать Да Вот что он Мучается Страдает Бедный Да И А с другой стороны Якобы Это облекать Высокие формы Да Что это Он делает Как сказать Ради высокой цели Какой-то То есть Здесь может быть Тоже В какой-то Степени Лукавство Подмена Такая Духовного Психологические Проблемы Будут маскироваться За духовными Под духовными Понимаете Это часто В церковной связи Происходит Вот Да Смирение Говорит Надо смиряться Смиряться А в душе Бунт И Вот Такое сопротивление Многое вообще Может быть Прикрыто Духовной И Вообще Риторика Как бы Церковной жизни Это известно Опытным пастырем Опытным православным людям Когда человек Да Так сказать Когда тема Путается с содержанием Все излагают тему То есть Вот Мы в прошлый раз Говорили о воле Божией Человеку кажется Что вот Вроде он фантазирует Иногда Сам придумывает Эту волю Но если обстановка церковная Вот Понимаете Стены храма Прибыл монастырь Видит крестный ход А тут Радуга явилась На небе Дождь прошел То и дальше Строится целая цепь Рассуждений Вот Когда человек Объявляет это Как правило Нужно ему Она или он Божьей волей Например Да Турки подмены Да И На самом деле Это очень Частая история Да Ну вот это вот Да Но тут Тут уже Это вопрос Пастырский Тут вопрос Исповеди Кажется Исповеди Исповеди То есть воспитание Духовной трезвости Потому что Некоторым и тискорнее Это кажется На самом деле Вот еще У нас звонок Пожалуйста Елена Анатольевна Слушайте Да Говорите Здравствуйте Здравствуйте Я хотела обратиться К вам И к слушателям Радио Радонеж По поводу вашего вопроса Можно Какой вы имеете По поводу Вот Винных отношений Я хочу сказать Люди Не Не надо Горячку Порвать Остановитесь Вруга Не в скандале Посмотрите Скорее Сначала На себя Потому что Часто бывает Что виноват Никто-нибудь Не он Виноват Или она А мы Сами Виноваты В том Что у нас Происходит Происходить Может Разное Поэтому В первую очередь Я думаю Искать Нужно В себе Проблему А потом Уже В другом Человеке Спасибо Вот хороший Звонок Видите Такой критический Покаянный Да Ну Звонки Один за другим Идут Однако Я хочу Напомнить Все равно Телефон Радиостанции Радонеж 8495 Это прям Было 959 59 39 959 59 39 В эфире Передача Любовь и верность У микрофона Ирина Анатольевна Рахима Директор центра Православной семьи Психолог Поэтому мы отвечаем Сегодня все-таки Это не пастырская передача Но В психологическом Аспекте Больше Чтобы некоторые Правильно Нас поняли Вот Беседую с ней Я уж покорный Слуга Валентин Лебедев Редактор журнала Православная беседа Журнал Часто пишет Вот На Вот На эти темы Семейных отношений Ирина Анатольевна Тебе Тоже наш автор Вот Ждем выхода журнала С ее Работой Между прочим Но между тем Между тем Хотим вас спросить Вот Наверное Это бездонная Осталось 15 минут Это очень Нет Вот причина Вы сказали Причин масса Ведь наши радиослушатели Помимо Так сказать Духовных наставлений Которые даются В других передачах Пастырских выводов Которые в наших Других эфирах Хотят практических Знаний И советов Вот Живут Живут Вот правильно Радиослушатель сказал Надо на себя посмотреть Может сами виноваты Может супруг Ну чаще мужья изменяют Как мы понимаем Бывает и Другая половина Мы об этом Пока не говорим Сегодня По крайней мере Но Бывает же вы сами виноваты Действительно Ну как-то Вот Ну конечно Благочестие благочестием А что-то не так Все время человек делает А вы говорите Причин этих Масса Вот ответим на звонок И дальше пожалуйста Про эти причины Мы все время Уходим От верных вопросов Хоть кратко Хотят знать причины Пожалуйста Говорите Алло Извините Добрый вечер Да Добрый вечер А вот Ирина Анатольевна Сказали Вы что От 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 Таинствия Есть То Что Женщина Избивается От мужа Хотя Он Исповедовал Чтобы он Лично Ей переносит Почитался Однако Я слышал Даже Может быть Не один раз От священников Что Таинство Иствовете Оно Необходимо Не только Со стороны Священника Но Со стороны Исповедуемого Чтобы он Как говорится Эту тайну Не нарушал И второе Вот Об изменах Об изменах Вот например Вы говорите Именно сегодня Мужчины Такие Такие Секи Ну Вот Я Разговаривал Как-то Не тогда Не тогда С одним Правотаном Работал Начальник Он сказал Что Вот у него Женский коллектив 49 человек И все И все Они Гуляющие Уж не знаю Наверное Я Сам Он сделал Такой Вывод Но Тем не менее Такое Замечание Спасибо Но дело Все в том Что Оно Не очень Научное Потому что Я имею Вторую часть Согласитесь Потому что Работал Начальником 49 женщин И все Какие Но это Ябно Не православная Среда Это Его Такие Как бы Знаете Вот разговор Как Вот он Для Трампа Многие Знают Сейчас Муссируется В мужском Вагончике Приятелю Говорит За кружкой Пива Ну у меня Там все Это неизвестно Знаете Все Мне кажется Что это Достаточно Легковесно Вот все Ирина Анатольевна Все таки Перечислите нам По крайней мере Без рассуждения Основные причины Которые ведут Помимо Собственных Там Яс Душевных И иных У человека И духовных Когда он берет Начинает изменять То есть Грешит Разваливает А вот причины Которые побуждают Чтобы знали Наши Ну и мужчины И женщины Ну это так понятно Женщины в первую очередь Они интересуются Пожалуйста Мы одной причиной Коснулись Что если второй Не хочет развиваться То Конечно Вот прибегает Вторая половинка К таким Жестким способам Развиваться Не хочет Да Ну Она Если говорить Об этой истории Которую я вам рассказала Да Ну она дома засиделась Она не хотела Не учиться Хотя он Он обеспеченный человек Хотел В общем-то Чтобы она Росла Как-то Это развиваться Буквально Ни хобби Ничего То есть Она занята Была только Семьей С одной стороны Это похвально Прекрасно Но сегодня В общем-то В семье Этого мало Потому что Люди хотят Быть более Насыщенно Жить сегодня Причина Одна Из самых Таких Распространенных Это Как я вот сказала На грани Первых Трех лет Дальше Немножечко Это про цикл Но это же дело Какое-то биологическое Или нет Стру Вот в чем Три года Или просто В первую очередь Вернее Частая причина Это когда появляется Ребенок Первый То есть Мужчина В какой-то мере Он не захвачен Этим процессом Он ничего не понял Что он отец Потому что Ему сложнее Да Женщина Она носит ребенка Она с ним Как-то так уже Соединяется Да Даже вот Робби Он еще находится А мужчина Он как бы Немножечко отстранен И Когда появляется Ребенок Многие мужчины Не выдерживают В какой-то мере Конкуренции С ребенком Понимаете Ну сознательно Или Ну естественно Бессознательно Да При том что Женщина Большую часть времени Уже Ну Вынуждена Посвящать ребенку И поэтому Мужчина Оказывается Неудел Тем более Если она его Не втягивает В этот процесс Да Она не просит Помощи Да Она требует От него Этой помощи Тогда он Еще больше Отстраняется Понимаете Поэтому Одна из причин Вот как раз Находится Вот на грани Этого Периода Вот Потому что Смотрите Здесь А что делать Здесь Ваши женщины В данном случае Хотят знать Вот что делать Как мы с вами Говорили Да На одной из передач Вот Что Важно Очень поставить Добрачный период Это важная Очень зона Да Да Их отношений Где Еще Вот Они понимают Что Друг без друга Они не могут Да Они хотят Создать семью И Вот во второй Половине Этого периода Да Ближе Уже К штампу Да Важно Друг другу Поставить Хотя бы Один вопрос Из тех Тестов Которые В общем-то Я Потом задаю На консультации Кто для тебя На первом месте Родители Дети Или Супруг И Вот поверьте Люди Которые приходят Ко мне Уже прожив Лет 10-15 Даже Не отвечают правильно Вот они уже Выцерковленные Выцерковляющиеся Вернее Выцерковленные То он в принципе Ответит Вот Они Как правило Мужчины говорят Ну Ребенок Там Да Или жена Женщина Вот большая Часть женщин Говорит Конечно Ребенок Все Значит Конфликт В чем В том Что Расставлены Неправильно Приоритеты Очень интересно Сказывается Да Часто мужчины Говорят Но Жен может быть Несколько Отвечают так А родители Одни То есть Они больше Склоняются К Родительской Значительности Да Значимости И тогда Это понятно Что Маменькин сынок И Она будет Нервничать Жена Потому что Он Выбрал Не ее На первом месте Не она стоит А стоят Его родители Она будет Конкурировать Все время С родителями Она будет Себя чувствовать Беспомощной Беззащитной Он же должен Ей обеспечить Защиту Мужчина Она даже Вот в этой ситуации Когда она Входит Не является В чужую Системную Семейную систему Она будет Уже Вообще Обезоружена И вот Это конфликт То есть Если они Не направлены Друг на друга Как я На занятиях Говорю Смотрите Вот даже Среди ночи Вас Разбудят И скажут Кто Под умом Пистолета Кто на первом месте Муж Родитель Дети Муж Жена Все Понимаете Да Об этом сказано В священном писании Собственном О чем Да Да Многие же Мы хоть Хотя теоретически Это говорим Даже Причем Тут Никита Сложностей Не надо читать Сложные Порочества Поэтому Рядно читаем Если ребенок Да Конечно Законе Божьем Это все есть Понятно Самым простым Это одно Это все одно А у нас Мы Простите К Фрейду Обращусь Он В свое время Говорил Что 70% Жизни Нашей Да Происходит Бессознательно Я Поспорить можно Потому что Если люди Воцерковляются Если они приходят К вере Да Они Уже обращаются К покаянию К душе своей И тогда Они конечно Уж Ну Не 70% Но Большую часть Своей жизни Стараются жить Осознанно Да Спасибо Вот у нас Звонок еще Да Алло Да Пожалуйста Говорите Вы всего Обвиняете Мужчин Почему В изменах Женщин Не меньше Которые Изменяют Не меньше Если даже Не больше Меньше Меньше По статистике Меньше Вы не знаете Но не важно Да Говорите Меньше И тем не менее Вы все Мужчин Затрагиваете Мужчин Вот эту сторону Вы не Затрагиваете Женщин Которые Изменяют Это Да Это Мужской взгляд Понятен Но вообще На самом деле Аннатольевна не даст Соврать Она больше Специалист Чем я Мы потом Назовем сейчас Телефон ее Центра Все таки В общем Конечно Вы не очень Правы Дело В том что По разным Статистикам Вот Мировым И нашим Отечественным Мужчины Гораздо больше Изменяют Есть цифра 72% Вот Есть 80% Женщин Только 20% То есть Женщина Тут сторона Такая Греховно Активная Ну вообще Мы конечно Не хотели Обвинять Никого Просто мы говорим Об изменении Все Об изменении Бывает И с той С другой стороны Вторая не менее Приятная Даже может быть Более Кстати мы Не рассмотрели Сегодня Мы Главное Да Мы начали С одной стороны Почему мы Невольно Заговорили о мужчинах Анатольевна Я так думаю Ну потому что Вот и наши Радиослушатели Потому что Чаще это бывает Потому что Вопросы у нас Поступали Вообще-то Ни одного Вопроса От мужчины По поводу Измен Комплексы Жертвы Как сохранить Семью Вот кроме Вашего Возмущенного Такого Такого Сплеска Вот Не знаю Как вас зовут Не поступало Пока что Все от женщин Вот и статистика Значит Примерно На 20 вопросов Ваш один Без примера А здесь Явно Все одно и то же День Семья Разваливается Конечно Мы не успели Ответить На все вопросы Наша главная Задача И от И других Передач Прийти к тому Почему я все время Спрашиваю Как все-таки Предупредить Простить Ладно Как предупредить Чтобы сохранить Семью Вот кстати Хочу чуть-чуть Отвлечься И сказать Поскольку Передача Кончается Сегодня В храме Святого Духа На Лазаревском Кладбище Москве Вот Где служит Кстати Отец Александр Мартыненко Который ведет С нами Передачу Любовь и верность А настоятельно И является Отец Сергей Рыбко Известный Сегодня совершалась Панихида По убиенному Рабу Божию Арсению В Донецке Это произошло Ну все наверное Слушают Радио Как-то Телевизор Смотрят Но кличка Такая странная Для нас Православных Людей Моторола Была Но это был Самый главный Герой Донецко Луганского Новороссийского Сопротивления И вот Сегодня члены Нашего Союза Православных Граждан Других Организаций Мигрантов Украинских Общественных Деятелей Деятелей Культуры Русских Патриотов Молились О его Покоении Думаю Что и мы Тоже Помолимся Наши Радиослушатели Почему В нашей Раб Божий Он Никакой Не Моторола Арсений Вот Еще раз Напоминаю Завтра Кстати Там В Донецке Будет Он еще Не похоронен Будет Отпевание Вот Мы сегодня Раньше Как бы Выступили Как активные Люди Здесь В Москве Вот Потому что Он тоже На самом деле Сражаясь За Новороссию Ведь сражался За что Не сидя на диване Как некоторые мужчины Он сражался За историческую Россию За великую Белую Малую Россию Вот Где уже ничего Перед лицом глобализации Которая разрушает Все отношения Не осталось Кроме Семьи Очень часто Наши пастыри И наши психологи Православные Говорят Даже книжка такая есть Семья Последняя крепость Вот Вот он Стоял В частности Между прочим Не только Вот Прямо За Донецкую землю Он и стоял За эту последнюю Крепость Так что Вечную память Мы пропели сегодня Рабу Божию Арсению Просим И вас Тоже Молиться О всех наших Радиослушателей Вместе С членами Союза Православных Граждан И других Активных Православных Людей А вас просим В конце передачи Ирина Анатольевна Напомнить нам Телефон Вашего центра На все вопросы Мы не успели Ответите даже На причину Измену Хотя Вы знаете Кто-то очень Прямо так Крик был Скажите Хотя бы Основную причину Когда ты себя чувствуешь Жертвой Одним словом Одним словом Да Проблемы Заниженной самооценки А дальше Раскручивать Уже Женщины Мужчины тоже Конечно Все Угу Заниженная Самооценка Давайте Вы нам И отпрощатся Телефон Валентин Владимирович Вот я Озвучиваю Телефон Доверие Телефон доверия 8495 926 30 60 8495 926 30 60 Почему я Именно Телефон доверия Все таки Может быть Люди нуждаются В помощи Психологической Нуждаются Пусть звонят Дорогие Раскручки Нам приходится Прощаться Сегодня с вами Бог даст Встретимся В следующий вторник В 19.00 В прямом эфире У микрофона Была Ирина Анатольевна Рахимова Директор центра Православной семьи Которая Отвечала На ваши вопросы Но на все Мы не смогли Ответить Вот И Беседовал С ней Валентин Лебедев Редактор журнала Православная беседа Мир вам Крепости В ваших Семьях Редактор журнала